Так, ребят, всем привет! Я сегодня проснулась пораньше и решила по-быстрому приготовить блинчики нам на завтрак. И еще хочу приготовить борщ к обеду. У нас сегодня солнышко. Это такой подарок Германии. Я не знаю, витамин D3, которого всегда не хватает. В общем, сейчас пока буду готовить, буду с вами общаться на кухне. Ходим попозже, может быть, через несколько часов поедем в магазин. Пойдем, точнее, недалеко строить. Я очень сильно надеюсь, что он работает, потому что сегодня уже начался локдаун в Германии. Ну, мы посмотрим, а он вдруг работает. Так, ну что, я начинаю путь круглую. Сейчас я нашу. Так, у меня почти входит на 3 яйца. Кстати, я хочу сказать, что вот у нас же сейчас локдаун сегодня в деле. И это вообще полный дурдом, потому что, я не знаю, все, надеюсь, что все успели купить там, знаете, подарки к Рождеству. Все, что там нужно. Потому что, конечно, закрыли все магазины, должны были закрыли, не знаю, закрыли, нет. Все магазины с, знаете, с такими неподовольственными товарами. И вообще не знаю, как люди вообще успели, не успели все купить, потому что, ну, мы успели, потому что в последние дни тоже были. И, конечно, это была такая толпа, что это вообще ужасно. Но успели, в общем, осталось только потом купить продукты к Новому году. Слава Богу, продуктовые магазины не закрывали. Поэтому это хорошо. Мы, кстати, еще продолжаем небольшой ремонт нашей квартиры. Пока-нибудь, а пока мы здесь, не знаю, может быть, со временем переедем. Скорее всего, что переедем, просто такой вопрос времени немножко. Вот. И есть такая мысль, знаете, не хочется даже особо, как сказать, задерживаться в этом городе. Потому что, если будет возможность, конечно, переехать в другой город, вот я хочу в более южную Германию, потому что очень, как сказать, очень сыро здесь. И климат немножко мне не подходит, потому что я из с юга Одесской области, где всегда, знаете, было солнце, было самое там, самое жаркое лето, самое позднее осень, не очень холодная зима. В общем, мне очень сложно, сложновато здесь, не прямо, очень сложно. Потому что, понимаете, какой, достаточно сырой, постоянно солнце бывает редко. Поэтому, если получится переехать в Южную Германию, это будет очень круто. Может быть, в следующем году посмотрим. По крайней мере, такое желание есть. Может быть, останемся здесь. Пока, в общем, так. 50-й, 50-й, говорите. Вот. Ну, знаете, сейчас у нас месяц локдауна, поэтому сидим по домам в основном. Только там за продуктами и где-то, может быть, погулять. На улице, где-то, вот, если солнышко, если хорошая погода, то подавать. А так вообще никаких развлечений. Всё скучно. Это работа и дома. И случится ещё, что моя работа, она вся в интернете, грубо говоря. То, в принципе, у меня всё дома, знаете. Всё на месте, всё в телефоне. Вот. Сейчас быстренько заварганю гримнички. И потом поставлю вариться борщик. Что-то борща так захотелось мы давно его не парили. Ну, где-то, наверное, не знаю, месяц точно нет. Я там супы часто делаю разные. Там обычные, знаете, там, куриные, грибные. Конечно, я считаю, что жиденькое надо кушать. Сейчас, кстати, смотрю опять, как сказать. Знаете, пока не было локдауна, все ходили по магазинам. Сейчас опять стало модным. Практически всё заказывать в интернете. Знаете, это не то, что модно. Это такая вынужденная процедура, как говорится. Поэтому сейчас, конечно, опять с интернет-сайтом и всё так работает активненько. Я, кстати, вчера читала. Всегда хотела это узнать. Вот этот Payback, который есть в Германии. Payback – это, знаете, такая накопительная система пунктов, баллов. Вот накапливаешь, как, знаете, как вам привести к примеру, как в Украине есть карточки. Или там, Ева, Простор. Только у них отдельная карта, что у каждого своё. Вот ты ходишь с ними, там, вставли, в копейки, везисы, накопительные карты. Здесь есть такая система Payback, которая охватывает у них почти 600 партнёров. То есть магазинов разных, заправок, магазинов. И вот здесь у тебя есть такая карта. То есть, ну, как бы мы по-любому ходим в тот же ДМ, Лидл, я не знаю, в Каупкофф, в Росман и так далее. И вот эти все баллы накапливаются. Я давно хотела такую карту. Я думаю, что сейчас её обязательно получим, зарегистрироваться. И всё, в общем, ты накапливаешь там баллы. Сейчас расскажу. Там идёт, насколько я знаю, если ты накопил на карте, например, тысячу баллов, тысячу пунктов, это равносильно 10 евро. Ну, по крайней мере, так было раньше. Сейчас, по-моему, уже начали чуть-чуть это улучшать для людей больше. Сейчас уже вроде 1 евро – это 1 балл. И я пиваю, как, 2 балла вот 1 евро. То есть накапливаешь, накапливаешь, потом идёшь просто. Улучшаем это называется. Распечатываешь, что чек в магазине даёшь. И дальше я хочу расходить, целый собрал. Ну, то есть круто. Если ты всё равно в этом магазине всегда отопариваешь, то почему бы нет. Ещё, кстати, чтобы вы не думали, что это долго собирается. Всю жизнь там. Очень часто дают такие купоны, называются. И там вот по 10-15 баллов, как можно там выиграть в лотерею. Можно просто получить кабанет, такие прайминки, ещё что-то. Почти бывает даже раз в месяц, и дают в ДЭМ. Ну, в общем, такая штука. Сейчас может быть... Я так думаю, что закажут себе такую карту. Или, может, ДЭМ с ним там возьмём. Потому что там проводят такую карту на кассе спокойно, бесплатно. Они каждый раз спрашивают, у вас есть карта? Может, вы хотите там получить карту? Ну, всё время нет, нет, нет. Боярли, знаете, наш вот этот менталитет, постсоветское пространство, что тебя обязательно обманут где-то. Не знаю, почему. То есть, обязательно обманут, что там нет никакой скидки, там только, знаете, выгода для них. Да, конечно, там есть выгода для магазинов, чтобы ты снова пошёл туда. Но когда ты уже туда входишь и так, можно получить с этого хоть какой-то, знаете, подарок. Почему бы и нет. Сейчас попробую нашу хуй сковородку. Если бы будет мне не нравиться. Только тут уже надо масло делать. Вот так что, так. Не знаю, короче, с этим локдауном. У нас как-то уже, ну, практически, знаете, привыкли, потому что, ну, вот честно, в марте, когда вводили локдаун, например, все очень того боялись, что будет, как будет. Сейчас, мне кажется, уже все настолько к этому привыкли, что, ну, как бы, вводят. Ну, я уже воспринимаю как должное. Я уже не возмущаюсь только в марте. Единственное, что меня всё время возмущает, это маска. Потому что, когда мы едем куда-то, у меня просто всё лицо горит этой маске. У меня жуткая аллергия на всякие вот эти маски, на всё остальное. Просто это ненавижу. Но приходится. Особенно здесь, в Германии, когда маски надо носить, знаете, не только в магазине, но и там на улице уже. Это сложновато, конечно. Но, конечно, знаете, приспосабливается человек ко всему, недаром говорят. Поэтому и мы приспосабливаемся. Так, пока жарятся мои пленочки. Я поражительно уже готовлюсь. Готовлюсь. Не борщусь чуть-чуть. Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вопросов, продолжаются вопросы. Вы пишите там в Ютубе в комментариях, в Инстаграме тоже мне пишите. Спрашивайте, как можно сейчас прилететь в Германию и так далее. Я записывала несколько видео, они есть на канале, как я прилетела. Но сразу вам говорю, у всех своя ситуация. То есть, как-то, знаете, как... Нет общего правила какого-то для всех. Нет, для всех есть общие правила. Такое, что, как бы, в Германию туристов из Украины не пускали. Но нет общего правила, например, по поводу того, кого могут пустить. И с такими документами, там, знаете, при каких условиях и так далее. Такого нету. Поэтому, конечно, это все индивидуально. И вот там очень много нюансов, откуда вы летите, и какие документы у вас есть, и были ли вы раньше в Германии, и к кому вы летите, это очень важно. И, ну, в общем, очень много нюансов. Поэтому, я всегда говорю, заходите на сайт Бундес Полицай. Там есть абсолютно вся информация. Там есть раздел «Актуальные». Туда заходишь, и прямо написана тема такая, создана. Вопросы, связанные с COVID, как бы с перелетами. И там прямо вот очень много вопросов, и каждый раскрывается по каждой ситуации. Мы, в принципе, так это и нашли. Я все, ну, я все прочитала, один раз все прочитала. Мы сделали документы, какие нужно, и я влетела. Поэтому не бойтесь, попробуйте. Если вам нужно, и очень много мне пишут. Многие там к родственникам хотят перелететь. Там мама к дочери, мама к сыну. В общем, я этого не знаю. Там это разные нюансы. Знаете, прямые родственники. Когда летишь просто к партнеру, когда к мужу, когда к ребенку, когда по работе, когда по учебе, на лечении, в общем, очень много нюансов. Конечно, я бы вам советовала, захотите искать, там, ну, конкретно свою ситуацию. Я рассказала свою ситуацию. И знаю, что многие воспользовались моими советами и перелетели вот сейчас к своим облюбленным партнерам. Очень круто, что есть такая возможность. Поэтому, знаете, каждому своё, как говорится. Сейчас, тем более, я прилетала чуть раньше. Сейчас всё, знаете, меняется не то, что раз в неделю. Уже, знаете, каждый день меняется информация. И ты не знаешь, что то, там, в аэропорту требуют тест на коронавирус, то, не требуют, то ещё что-то. Такие-то документы надо, какие-то не надо. В общем, всё настолько быстро меняется. Поэтому надо прям каждый день мониторить ситуацию, кто собирается там прилетать и следить за этим. Вот. Но думаю, что возможность прилететь есть. Главное, какая у вас, знаете, цель. Вы должны это знать и понимать. Вот. Кстати, картошку покупаем вот в магазине. Знаете, как интересно, там всё написано на ней. То есть, какая для чего там. Для этого. Для супа, который разваливается. Для пюре, не для пюре, а ещё для чего. В общем, для чипсов, знаете. В общем, всё написано. Знаете, не так, как у нас до визма. Или идёшь на базар, и у бабушки какая-то продают. Ты спрашиваешь, картошка разваристая. И она говорит, разваристая. И всё. И ты приходишь домой, она не разваристая. Но на самом деле, здесь, конечно, всё написано. Читаешь, прям всё указано. Что тебе нужно. На что тебе нужно, на то ты и берёшь картошку. В первое время мы, кстати, этого не знали. Наверное, не знали. Покупали вот-то там, знаете, в магазчество. И не всегда, вот, как делала пюре, ну, как она разваривается, ну, прям, очень долго. И потом уже, когда увидели вот эти описания, все поняли, что в этом есть разница. Оказывается, там всё написано, всё указано. Кстати, почему я сегодня рано проснулась? У нас сегодня за окном кто-то начал вот тоже убирать, чистить, что-то там косить траву. В общем, звуки были нереально громкие. И я проснулась, я уже думала, ладно. А я когда просыпаюсь и беру телефон в руки, у меня автоматически включается Wi-Fi, на который у нас здесь. Всё, там просто шквал по работе. Знаете, шквал сообщений там во всех мессенджерах. Там у меня сразу выходит телеграм, вайбер, инстаграм, мессенджер в фейсбуке, ватсап. В общем, просто куча сообщений. Иногда люди успевают всё писать. Ну, в общем, я где-то, кто-то, знаете, люди, когда просыпаются, и тут там умываются, пьют кофе, наверное, или что-то, что там пьёт. Я нет. Я только открываю глаза, беру телефон, и я, знаете, я не могу встать. Меня это всё держит. Я начинаю разгребать быстро. Ну, сейчас быстро разгребу всё самое важное, такие сообщения, там, по рекламе, ещё что-то. Потому что, знаете, многие там дают рекламу в группы, им надо будет прямо сейчас выложить, или там через пять минут, и так далее. Я стараюсь, конечно, всем, грубо говоря, угождать, потому что, ну, понимаю, что людям там это важно, что это их бизнес, и так далее. Ну, в общем, я где-то час минимум, я, как я проснулась, а вот это всё разгребаю, понимаете? То есть, а потом уже, я когда всё немножко утрясла, всё там сделала самое важное, всё, то я уже начинаю заниматься какими-то делами, там, своими уже домашними. Начинаю там готовить завтрак, умываться и так далее. Но первый час, конечно, у меня всегда посвящён моей работе. Ну, и потом, конечно, в течение дня я работаю постоянно. Постоянно с телефоном. Конечно, ты там очень устаёшь, особенно там глаза, спина, руки болят. Но, как бы, знаете, какая работа? Какую выбрала? Такой работой не созываетесь, как говорится. Ну, я люблю свою работу, поэтому вот эти все некоторые, знаете, нюансы изъяны, они не сильно, знаете. Плюсов всё равно больше. Уже 7 лет я работаю журналистом, поэтому... Мне нравится, что у меня, знаете, я не тот журналист, который, как раньше, которые работали в газетах там. Я больше такой интернет-журналист, и я могу работать в любой точке мира. Если у тебя есть интернет, и есть, знаете, мозги, голова на плечах, и желание, ты можешь спокойно работать и вообще не переживать за какой-то доход и чувствовать, что это главное было бы желание, я так считаю. Всё остальное уже всё возможно. Сейчас, знаете, такой технический прогресс, так интернет взлетел, что вот просто очень много, я считаю, вариантов завода на интернете и везде. Ну, это круто. Тем более, когда вот пандемия, у нас здесь, в Германии, сейчас с работы очень сложно. Я, в принципе, тут пока, вот, наверное, не пока, вообще, в принципе, не собираюсь работать, чисто так работать, как люди работают на этих лет, потому что у меня есть своя работа. Но, конечно, люди рассказывают, очень много, у многих людей это сокращали, некоторых отправили просто в неограниченное там временное, неограниченное время в отпуска, потому что, потому что нету работы, боятся, как сказать, боятся, чтобы люди не заражались на работе, разрывают вот эти все контакты. Ну, что самое главное в Германии, знаете, в отличие от многих других стран. Здесь, так сказать, здесь, если тебя отправили в отпуск, тебе плачут 70% за зарплату. То есть отправили на два месяца, ты знаешь, что ты ушел в связи с пандемией, сидишь там, не знаю, тебе кушать нечего, там еще что-то нет. Здесь никогда не оставят тебя умирать, конечно, и всегда помогут, даже если у тебя нет работы, есть соц. обеспечение, пособие, ну, где-то около, кстати, тысячи евро в месяц, и спокойно можно жить. Конечно, не нужно этим злоупотреблять и всю жизнь там сидеть на посуде, я считаю, конечно, что это неправильно, что вот в Германии всегда можно найти себе работу. Конечно, сейчас такая ситуация, когда все сложно, но в принципе, работа есть всегда здесь. Это очень классно. Так. Блины у меня уже почти, кстати, я уже вот наполовину готова, сейчас буду на порши. Мне нравится, знаете, всегда так готовить, я не, наверное, знаете, я называю это болгарской натурой, когда ты делаешь все дела сразу. Я не могу просто встать, жарить блинчики и вот стоять, ждать, пока они жарятся. Я вот думаю, мне надо что-то убирать вокруг, параллельно что-то еще, какое-то блюдо готовить. В общем, чтобы вот у меня все, у меня работа еще такая, что я много дел сразу делаю, видно, это передается на мою жизнь, потому что я готовлю все и сразу. Мне так удобнее, потому что я считаю, что, ну, вот сейчас, если можно приготовить трех, то зачем пристегивать на 3-4 часа, в общем, непонятно мне это. Ну, вот так мне нравится, знаете, быстро все делать, готовить и не терять время, совмещать несколько дел. Считаю, что это очень удобненько. Какие у меня красивые венечки получаются. Не знаю, видно они. Сейчас любимая проснется и венечки уже будут готовы. Обожаю вот так делать на эти завтраки. Я еще люблю готовить для любимого человека. Я когда жила одна, не могу сказать, что я прям сильно там готовила без моей ели. Ну, очень редко. Особенно, когда работы много, там уходишь на какие-то мероприятия с утра до вечера. Я могла перекусить где-то в какой-то кафешке, в ресторане, домой что-то заказать. Сама могла приготовить там на выходных. И, конечно, там, когда родители отправляли еду все время, или домой ездила в гости, их все время кушала. Ну, в общем, сказать, что я прям каждый день стояла у плиты, готовила завтрака, ведь ужин такого не было. Здесь, конечно, я это делаю, мне приносит это удовольствие. Хочется радоваться, хочется что-то новенькое готовить. В общем, круто. А Дима и не против, кстати. Он любит кушать поясом. Ему нравится все, что я готовлю. Он пробует, дегустирует. Ему нравится новое все. В общем, мы в этом сошлись, слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок